Привет дорогие друзья, это канал Technobar Plus и сегодня у нас распаковка новинки от компании Vivo модель Vivo Y15S достаточно интересный бюджетный смартфон который имеет диагональ экрана 6,51 дюйм HD+, разрешение, экран IPS он здесь идет 60 Гц Android 11 и оболочка Funtouch OS 11.1 из коробки, процессор Mediatek Helio P35, 8 ядерный и видеоускоритель AMG PowerVR GE8320 опять же по памяти здесь 3 гигабайта оперативной памяти 32 гигабайта постоянной памяти можно расширить память до 1 терабайта камера тут друзья двойная но сейчас будем все смотреть, распаковывать присутствует кстати радио и крутой аккумулятор на 5000 мАч данный смартфон вы можете приобрести в магазине Comfy я собственно только там искупляюсь и вам друзья рекомендую официальная гарантия на этот смартфон 1 год 3999 гривен стоимость данного смартфона сейчас в Comfy давайте распаковывать как вы можете видеть все лаконично сейчас компания Vivo чем-то напоминает компанию Oppo напомню что это один и тот же концерн BBK 3 гигабайта оперативной памяти сделано в Китае в ноябре 2021 года но смартфон начал продаваться официально с января 2022 года а тут получается ноябрь 2021 года друзья цвет у меня идет мистичный синий то есть мистик блю мистичный синий указано здесь что 5000 мАч батарея идет крутой аккумулятор честно говоря в компании Vivo всегда комплектуют свои смартфоны хорошими аккумуляторами сканер отпечатка пальцев сбоку и камера с искусственным интеллектом двойная итак открываем коробочка вот так интересно у нас представлена нет никаких хлястиков кстати но зато можно поддеть вот таким образом я не думаю что это критичная какая-то ошибка так здесь различного рода документация идет вот таким образом приходится доставать смартфон а вот здесь то что нет хлястика это конечно минус компании Vivo сам смартфон пока откладываем в сторонку чем-то этот смартфон похож конечно на OPA16 но тем не менее друзья есть определенные свои нюансы также 10 ватное зарядное устройство в комплекте идет 5 вольт 2 ампера но фирменный адаптер маркировочка его здесь вы можете ее увидеть сразу и прочесть кабель здесь к сожалению друзья микро юсб да да микро юсб но он очень хорошего качества опять же по сборке претензий нет белый кабель собственно метр двадцать его длина в принципе есть защита от излома насколько быструю зарядку смартфон кстати здесь вот такой логотипчик компании Vivo вернее не логотип а название написано на кабеле насколько этот кабель будет хорошо и быстро заряжать наш смартфон еще посмотрим но можно попробовать в принципе его зарядным устройством немножечко помощнее попробовать зарядить скрепочка у нас идет вот такого образца посмотрим насколько на что она способна но тем не менее аккуратненько так бюджетно все тем не менее друзья в принципе сам смартфон вы сейчас увидите и вы поймете на что что делала компания Vivo Accent тут ничего нет больше пусто какие-то гарантийные талоны плюс инструкция на русском украинском языке в наличии и собственно чехол ну тут чехол конечно не такой навороченный как допустим в том же смартфоне опа но тем не менее бортики друзья есть чехол опять же будем применять здесь шероховатая поверхность дабы смартфон не прилипал это говорит о том что смартфон у нас глянцевым мог бы быть но он не глянцевый к сожалению но тем не менее как есть друзья так как его бы аккуратненько так вынять кстати транспортировочная пленка как вы можете видеть здесь указано дублируется информация в общем та которая была на коробке и вытащить я так понимаю смартфон попробовать можно через низ да да получается все ок и вот он наш красавчик как говорится друзья уже вижу сразу же плюс данного смартфона конечно же это пластик но сейчас наклейку отклею дабы вы смогли по достоинству как говорится насладиться красотой данного смартфона красивый вот красивый и исполнение вы посмотрите какие переливы во первых тут он как как блестками какими-то покрыт этот пластик а горизонтальные идут линии название компании виво вот это мне исполнение нравится это за это браво компания виво вы знаете опять же вот сталкиваясь с тем же нюансом как и в смартфоне opa 16 это практически можно сказать два брата близнеца единственная немножечко разница в процессорах ну а так в общей сложности практически все на то же самое ну и естественно в камерах отличие а как вы можете видеть площадка камер здесь чем-то напоминает конечно смартфоны бюджетные от компании samsung но две камеры тут как вот как-то найдена золотая серединка что так далее сам смартфон он во первых он очень легкий и эргономичный опять же друзья сканера отпечатка пальцев палец сразу же ложится на него единственное что тут конечно качелька регулировки громкости перенесена на правый бок и камера тут обыграна достаточно неплохо она не сильно выпирает но приблизительно где-то на миллиметр идет как двухступенчато вот эти нюансы опять же все взяты от я так понимаю кто-то у кого-то это дело все скажем так сплагиировал а может быть и нет друзья ну это вы напишите уже сами в комментариях это не шершавый кстати пластик под пластиковой прозрачной подложкой не подложка пластиком идет скажем так подложка которая с такими горизонтальными линиями но вы посмотрите только на этого красавца как он переливается выглядит дорого друзья конечно же если допустим сравнивать с данным смартфоном оба смартфона красивые оба оба смартфона красивые конечно же есть разница определенная сбоку тут как я уже и сказал сканер отпечатка пальцев он же кнопка включения выключения качелька регулировки громкости кстати друзья вот тут идет интересная окантовочка такая а далее сверху у нас идет слот для сим-карт кстати так такое расположение слота в более дорогих моделях но друзья тут уже компания в его постаралась тут лоток царский как говорится до 1 терабайта и резиночка есть друзья как говорится компания в его однозначно лайк к мелочам смартфон стоит дешевле на минуточку чем опа на 15 на 500 гривен друзья но тем не менее запарились как две наносим карты карта памяти до терабайта вставил делай что хочешь как говорится слева ничего нет внизу у нас идет микрофон а с такой же сеточка как смартфоне оппо а 15 вот здесь сеточка у нас идет на динамике и собственно идет микро юсб разъем три с половиной миллиметровый джек на месте друзья то есть выбор либо стандартные наушники три с половиной миллиметра ваши любимые либо же bluetooth наушники пожалуйста вопросов нет смартфон очень удобно лежит в руке все тут дотягивается палец ну небольшой перехват конечно можно делать но в принципе все дотягивается все ок я его сразу же запускаю первое включение пленочка в лучших традициях компании viva поклеена сразу же на экран идет что касается конечно олеофобных свойств пленки как в смартфонах viva так и в смартфонах oppo если допустим брать вот таким образом сравнивать их я считаю что в принципе олеофобка такая себе знаете ли на ну могли бы скажем так и лучше здесь пленочку поставить хоть и бюджетный но тем не менее то что пленка есть друзья это уже круто так сейчас выберем русский язык далее так рамки кстати друзья то же самое как вы можете видеть как в смартфоне oppo a16 то есть рамки большие из по бокам ну вроде бы как в oppo a16 чуть чуть меньше кстати вот так чехле смотрится смартфон наш пока включается как вы можете видеть ничего не портит и камера здесь чуть ниже бортика ну то есть принципе закрывается хотя площадка глянцевая два объектива камеры dual cam и вспышка тоже вспышка должна быть неплохой так украина у нас регион все хорошо принимаем соглашение экран предварительно друзья по яркости вроде бы как неплохой так отправлять не принимаю диагностики какие-то настроить оффлайн далее далее это все будет онлайн настраиваться позже сейчас вот так же есть опять же по сканеру отпечатка пальцев по графическому ключу и собственно по отпечатку по вашему лицу то есть через фронтальную камеру производится разблокировка данного смартфона но честно говоря друзья вот как то кажется что в смартфоне viva как то все побыстрее настроилась ух обои конечно крутые так авто яркость убираем обои конечно красивые друзья но если сравнивать допустим с тем же опять же смартфоном от компании оппо у меня такое впечатление складывается что обои сейчас возможно здесь есть похожего плана обои да тут обои конечно свои у компании viva но очень красивые но как бы вроде бы как и поярче что ли кажется экран я не могу вам сейчас так сразу сказать сразу же что мы смотрим какой андроид из коробки у нас идет так о телефоне андроид 11 друзья да вы понимали из коробки уже идет и в принципе ничего нигде не подлагивает то есть полный порядок идет 2 и 3 гигагерца мощный процессор восьмиядерный ну достаточно неплохо я считаю друзья с учетом того что 3 гигабайта оперативной памяти конечно же но можно все картой памяти раскачать до такой степени что до терабайта оно тянет друзья ну понимаете то есть тут как бы свои нюансы как говорится есть хотелось бы еще послушать что со звуком так рингтоны какой-то рингтон нужно проверить сейчас вообще чё тут как чё по рингтонам монодинамик друзья вот он снизу монодинамик но качественный вам хочу сказать кстати друзья давайте вот сейчас сравним с тем же смартфоном оппо а 16 что тут у нас динамик моно или стерео в полной распаковке я этот нюанс упустил но тем не менее хочу сейчас вот таким образом реабилитироваться так функция громкости мелодия звонка разрешить хорошо да тут тоже моно друзья ну удивительно было бы здесь стерео видеть да тут тоже к сожалению монодинамик но тем не менее друзья давайте сразу же посмотрим как то по контрастнее экран мне кажется все таки хоть и IPS матрица 60 герц кстати давайте сразу же для людей которые не верят что здесь 60 герц экран яркость сразу же смотрим нету здесь никакой регулировки собственно герцовки поэтому я вам сразу говорю что смартфон идет у нас с 60 герцовым экраном и еще один момент друзья хотел показать вам кстати довольно таки резвенько все равно менюшка летает то есть шторка у нас кстати друзья еще о птичках если многие сразу же зададут вопрос а если в данном смартфоне nfc а вот давайте вместе с вами и посмотрим если nfc здесь или же нет на vivo y15s к сожалению nfc увы друзья но его здесь нет а что касается смартфона оппо а 16 то смотрим еще здесь если тут nfc или нет но изначально его на стартовом экране друзья нет краткое скажем так сравнение так внизу я тоже его не вижу nfc но похоже на то что nfc все таки и в оппо нет nfc нет ни в одном ни в другом друзья но честно говоря для кого-то это может быть как бы определенным скажем так судьбоносным критерием выборе но тем не менее друзья все как есть давайте посмотрим еще сейчас кратко в каком же качестве может писать наш смартфон хорошо прочел все окей я уже вижу что ночного режима я так понимаю здесь нет но есть про режим зато с неплохими довольно таки настроечками очень жаль что ночного режима нет панорама зато есть режим но сейчас посмотрим в каком же максимальном качестве пишет собственно смартфон разрешение видео тоже full hd 30 кадров в секунду и причем друзья давайте проверим в каком качестве да тоже full hd 30 кадров в секунду и на основную камеру пишет и на фронтальную а здесь на фронталку у нас пишет максимальном качестве сейчас друзья посмотрим также full hd 30 кадров в секунду как на основную так и на фронтальную камеру но очень интересно будет попозже сравнить эти два смартфона друзья честно говоря темные лошадки такие но если вот так вот в лоб в лоб мне кажется что все таки смартфон сейчас посмотрим может быть обои какие-то другие поставить повеселее и будет оно как бы картинка по интересней по контрастней как говорится по насыщенней в смартфоне от компании оппа что ли так немного по насыщенней картинка вот сейчас я поставлю с какими нибудь красными обоями которые такие более скажем так вот применяем для обоих экранов окей в смартфоне от компании оппа картинка по контрастней и такое впечатление что как бы почетче даже я бы сказал но по интересней будет а смартфоне vivo она идет по яркости запас еще имеется так сказать хотя вот смартфоны как можете видеть на максимальной яркости сейчас работаю друзья ну вообще напишите что вы думаете по этим двум бюджетникам это была распаковка смартфона от компании vivo модель y15s я считаю очень достойный имеет внешний вид чем-то похож на iphone 11 если кто-то со мной не согласен друзья милости прошу в комментарии подписываемся на канал техно бар плюс оцениваем труды поддержите лайком друзья и комментарием ну а я как обычно на канале техно бар плюс всех обнял в следующий раз подписывайтесь на канал чтобы как бы не был